В Академии МВД сегодня праздник, спортивный. Сразу на двух татами в спортивном павильоне стартовали поединки чемпионата Омской области под дзюдо. Из 80 дзюдоистов выбирают 14 сильнейших спортсменов региона, среди мужчин и женщин в разных весовых категориях. Как любое единоборство дзюдо, во-первых, мы должны понимать, что это олимпийский вид, что очень хорошо, что он у нас в области развивается достаточно активно, достаточно успешно. Ну, вот говорил я с Юрием Васильевичем Шпаком, на следующий год у нас в сентябре будет чемпионат Сибирского федерального округа проводиться в Омске. То есть, как бы в календаре всероссийском эти соревнования обозначены. То есть, это говорит о том, что дзюдо в Омске и развивается. И есть такая положительная динамика, которая связана именно с проведением соревнований. Будут соревнования, будут дети приходить в этот вид спорта. По словам арбитров, эти состязания носят очень высокий статус. Турнир квалифицированный. За золотую медаль здесь можно получить звание мастер спорта. Все члены сборной команды Омской области принимают участие на этих соревнованиях. С заключением, наверное, Ульяна Николаевича Аракшни, который готовится к чемпионату внутренних войск МВД. У него есть, можно сказать, законные, что он не принимает участие. А так все борются. Среди мужчин традиционно была большая конкуренция за медали – 69 единоборцев. Самой небольшой весовой категорией в соревнованиях была 60 килограммов. Всего на чемпионате было представлено 7 весов, включая категорию 100+. В самой небольшой весовой категории схватку выиграл Сэлдис Монгуш. В весе 66 килограммов технически обошел соперников чемпион Омской области Джамшет Абдурахмонов. Также чемпионами соревнований в своих весовых категориях стали Александр Ценаев, Антон Баранов, Андриан Казанцев, Дмитрий Бузынников. Чем больше вес, тем больше сила соперника. В маленьких весах они больше борются на скорость, мы больше боремся на силу. Скажите, ну а вот то, что силу нужно больше прикладывать, удается какие-то интересные приемы, может быть, проводить? Да, есть намного интересных приемов, которые в легком весе не получаются. Они, говорят, за счет сильных рук и спины, нежели в легком весе за счет ног. Конкурировать очень интересно. У меня в весе два мастера спорта. Очень тяжело. Как бы чемпионат области сейчас по мужчинам, очень тяжело уже бороться. У женщин победительницами стали Олеся Гроздецкая, Дарья Титовская, Марина Сосукевич, Дарья Ивановская и Ксения Колесникова. Чемпионы и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.